здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана 21 ноября у нас сегодня и разговариваем об укрытии винограда на зиму в этом году так получилось что у нас очень много забот очень много хлопот и в общем то буквально три дня назад мы только виноград обрезали и положили лозы на землю по укрытию однолетних кустиков я вам рассказывала вот холмики это наши 1 леточки на снегу теперь плоховато видно засыпанный песочком вот такими курганчиками все это будет их укрытие ничего дополнительно здесь делаться не будет вот здесь прям целое поле этих курганчиков ну конечно в снегу все теряется поэтому видно плохо что касается кустов постарше здесь все немножко сложнее потому что много чего мы сделать не успели укрываем мы материалом который называется синтетический ватин вот показываю его поближе много раз показывал по сути это прошитый синтепон мы его режем на такие одеялки немножко сшиваем в два слоя и таким образом укрываем виноград для нас это удобно материал очень легкий по весу с ним может справиться даже ребенок одеялками это тоже удобно потому что длинные рулоны раскатывать ну это все-таки может быть трудоемко да повторюсь с одеялками может справиться даже ребенок то есть мы для себя решили что вот ну для нас это самый оптимальный вариант ничего больше сверху не одевается ничего не накрывается никаких пленок несколько лет мы уже используем такое укрытие наверное лет пять или шесть хорошо и для зимы хорошо спасает от возвратных заморозков то есть повторюсь для нас это удобно кто-то может укрывать чем-то другим и вот от столба шпалеры натянута проволока и собственно на нее вот так вот домиком навешиваются эти одеялки но мы мало чего успели и выпал снег укрывать виноград в снегу ну такое себе удовольствие во первых это мокро во вторых это неудобно в третьих снег на самом деле самое лучшее укрытие и если бы у нас в нашем регионе были стабильные снежные покровы до нормальной весны то можно было бы вообще не укрывать достаточно было бы просто спускать лозы на землю все снег действительно самое лучшее укрытие но к сожалению в нашей стране в нашем регионе снежный покров крайне неустойчивы и для растений не столь опасны и зимние морозы опять же когда снег а сколь опасные перепады температур особенно когда это случается где-то феврале начинает перегревать солнышко виноград находится лозы в вынужденном периоде покоя морозостойкость очень сильно снижается и вот эти плюс минус качели очень сильно влияют поэтому мы все укрываем единственное что смотрите вот что успели укрыть вот кстати развернусь сюда здесь снегом все засыпано да и даже не видно этого одеялка прекрасно просыхает тоже проверено вот кстати на нем снежок задерживается до получается дополнительные укрытия а потом все замечательно проветривается просыхает и можно ничего не делать то есть вот где-то успели где-то не успели и сейчас в снег мы не полезем обещают на неделе вот теперь снег сойдет но не сойдет сейчас значит сойдет потом вот когда сойдет тогда укроем ничего страшного вот сейчас лоза находится в естественном периоде покоя и поэтому морозики там даже обещали у нас минус 12 минус 12 где-то по стране может был у нас ниже минус 6 7 не опускалась то есть это вообще для лозы не страшно для нее закалка и все хорошо пока что глобальных морозов не ожидается раз во вторых я снежок пока что снежок укрытие когда снежок сойдет нам будет нормально комфортно тогда укроем все остальное способ укрытие я показала вот вот такие мы делаем домики а вот в этом месте у нас шпалера временной и вот этот вот бугор это тоже укрытие здесь вот эти самые одеялки этот синтетический ватин лежит на дужках ну понятно да что тоже под снегом сейчас этого не видно и еще весной никаких продушин там проветривание открывать закрывать мы ничего этого не делаем вот этот материал он прекрасно проветривается мало того если вдруг становится тепло под ним начинает виноград расти он зеленый туда хорошо проникает свет короче испытана годами что все нормально и поэтому лишних телодвижений нам делать не нужно никаких там выприваний ничего не будет все могут накрыли осенью либо когда получилось да ну пока все таки шишу календарной ось и до весны забыли а там уже будем смотреть по погоде когда будем раскрываться повторюсь да сейчас мы ждем сойдет снежок до укрываем все остальное и до весны огородный сезон закрываем в принципе вам тоже совет рекомендации не успели укрыть ничего страшного в снег лезть особо нет смысла ну конечно вы смотрите опять же по себе по вашему доступу потому как часто у вас есть возможность приезжать на ваши участки но в общем то вот сейчас снег можно не лезть можно подождать когда он сойдет и тогда уже укрыть теми материалами которые вам удобны и доступны на этом я с вами прощаюсь большому спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды мы контакты и до новых встреч